Друзья, у нас хорошие новости! Доброго утра! Здравствуйте! Давайте сразу определимся, какой вопрос мы задаем для телезрителей. Вопрос очень простой. Кто автор либретто оперы «Дон Жуан»? Кто автор либретто оперы «Дон Жуан»? Google вам в помощь, если что. Но будет приятно, если вы без Google. Конечно, это понятное дело. Итак, премьера спектакля «Дон Жуан» какие числа? 9-10 июля. 9-10 июля. Надо успеть. Билеты-то еще есть? Крайне мало. И они бесценны. Так что у вас уникальный шанс получить и все-таки сходить на премьеру. Так, ну о чем вообще спектакль? Давайте расскажем для тех, кто вдруг не знает. Вальминал. Они теперь переглянулись. Слушай, а че? Раз, смотри. Но здесь такой секрет получается. Вообще, это музыкальный шедевр. Знаменитая опера, которая идет во всем мире. Вот мне кажется, сюжет примерно все знают, потому что «Дон Жуан» — это «Дон Жуан». всемирно известный обольститель, в то же время он является и убийцей, и насильником. Человек, воплощающий в себе все плохие качества человека и мужчины. Ну, и тогда 100% Артур — это не ваша роль. Нет, нет, нет. Вот тут начали говорить плохие качества. Ну, хорошие герои. Так, ну а какие у вас роли? Давайте расскажем. Я исполняю роль Мазе То. Это молодой парень, у которого на момент его появления на сцене у него свадьба. И с этой свадьбы Дон Жуан будет у него невеста. Алина, вы не невеста? 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 Да ладно. То есть вот сейчас прямо мы сейчас наблюдаем, если бы кто-то был «Дон Жуан», например, я, я бы вот сейчас взял и увел. Да. Ну, он это попытался сделать, у него это не получилось, потому что приходит его бывший возлюбленный, который он бросает. То есть он бросает всех женщин, пользуется и бросает. Есть ли в конце произведения песня «Пятнадцать клёвых людей на проекте Дон Жуан»? Есть такое, нет? Там, наверное, больше. Так, друзья, у нас есть звучание звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. А вот так мы слушаем тишину. Да, мы слушаем. Здравствуйте. Ну, нет, друзья. А мне сорвался? Сорвался, да, ничего страшного. 254-70-08, напоминаю номер нашей студии, звоните, мы работаем в прямом эфире. Так, ну и продолжим. Вы знаете, я очень наслышана о том, что у театра оперы и балета всегда уникальные спектакли, да? Постановки один футбольный, чего стоит, да? У всех на слуху, мне кажется, до сих пор. Да. Вот чем уникален будет именно этот спектакль? Что будет там такое? Ну, он... Декорации, может быть. Декорации просто шикарные, действительно. Смотрится все очень здорово, потому что задействованы очень такие люди, которые в этом очень хорошо разбираются. Да, и наш режиссер Филипп Сергеевич, он сделал так, что понравится любому зрителю наш спектакль. Сто процентов. Это сто, сто пятьдесят, двести процентов, сколько можно дать. Потому что настолько все интересно, настолько все живо, быстро, здесь столько событий, развития. Ну, просто, мне кажется, совершенно любому человеку будет интересно. Более чем. Точно будет интересно уже на расхват у нас просто телефон. Звонок за звонком. Да, разрывается. Это очень необычный спектакль. Очень необычный. Так, сейчас мы продолжим, но у нас звоночек, примем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Альфия. Альфия, очень приятно. Хотите сходить на премьеру спектакля? Да, хочу. Так, ну, давайте, Артур, повторим наш вопрос. Итак, вопрос. Кто является? Автор либретто Дон Жуан, Вольфганг, Амадей Мостр. Ну, это не совсем верный ответ. Нет. Ну, ничего страшного. К сожалению, к сожалению. Это композитор. Композитор Вольфганг, Амадей Моцарт. А, нам нужен? Да. Либретто. Либретто – это кто был автором текста. Ага. Ну, все. А, понятно, все. Пока думаете, вы еще можете перезвонить. Можно прямо сейчас попробовать ответить. Ой, я бы так не знала. Вы с нами? Я с вами, да, но не знаю, честно говоря, ответа. Ну, вы подумайте, у нас еще есть время, вы можете перезвонить и ответить. Ну, давайте так. Тогда ждем вашего повторного звонка. Все, отлично. Да, дозвонитесь. Хорошо. Посмотрите обязательно эту информацию. Мы ждем. Она прям тут же, в общем-то, она прекратила. Побежала быстрее узнавать. Да. Итак, что еще ждет? Ну, вы смотрите, не все все-таки, да, ходят в театр оперы и балета, потому что, ну, мне кажется, не каждый готов, возможно, посмотреть балет, послушать конкур. На самом деле, я объясню, с чем это связано. Мы в обязательной программе, в обязательной программе ходим в театр оперы и балета в школьные годы. Когда еще неинтересно нам, да? Когда учимся в седьмом, в восьмом, в девятом классе. И, к сожалению, к своему, либо мы попадаем не на те произведения, как школьники, но я по себе помню. Либо это для детей, ну, неподготовленного человека слушать оперу для неподготовленного ребенка, наверное, это большая нагрузка. Тем более, ну, не то, что нагрузка, а большое эмоциональное потрясение, скажем, давайте так. Потому что человек привык к коротким промежуткам произведения, три минуты песни, а здесь сколько длится одно действие? Примерно. Вообще наш спектакль рассчитан на три часа и будет два акта, но они пролетят незаметно, потому что… Нет, я сейчас мысль свою говорю. Два акта по полтора часа. Представляешь, ты привык три минуты песню слышать, а здесь два акта по полтора часа. И у нас сформировался стереотип, что опера – это что-то такое, ну, скучное, что ли. Я… И здесь мы пытаемся как раз таки… Да, согласна с тобой. Голосами, которые просто до мурашек каждого абсолютно зацепят и каждый скажет, я сходил и тебе рекомендую. Мы как раз таки сегодня хотим донести это послание, эту мысль. Конечно. Так что, друзья, кстати, мало очень билетов осталось, но у вас есть шанс. Уже кто-то дозвонился, представляешь? Доброе утро. Хорошо, доброе утро. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Гульнара. Гульнара, очень приятно. Ну что, вы готовы ответить на наш вопрос? Да. Давайте. Автор – Александра Мелани. Ну как? Они переглядываются. Еще раз можно услышать? Они пересматриваются. Александра Мелани. Правильно? Нет. Видимо, тоже не так. А где же так написано? Где же вы искали информацию? На каком заборе? Википедия, Википедия. Википедия? Конечно. Очень удивленное лицо. Скорее всего, автор исходного. Литературного источника. Давайте так. У вас открыта Википедия на данный момент? Нет, нет, не открыта. Я уже закрыла. К сожалению. А мы бы так просили вас еще фамилии перечислить? Да, вдруг в точку попали бы. И в какую-то мы бы точно попали. Ну, не расстраивайтесь, ничего страшного. Я думаю, что есть еще у нас 3-4, а то и 5 минут для того, чтобы подсмотреть еще раз. Дозвониться обязательно до нас. И пригласительный билет получить. Ждем ваших звонков, дорогие друзья. Ну что, а мы продолжим, да? Вот хотелось бы немножко отойти от этого спектакля. Скоро, наверное, у вас каникулы наступят. Правильно? Будете отдыхать, готовиться к новому сезону? На следующий день после премьеры. Сразу? На следующий день? Да, это у нас закрытие 81 сезона, 9-10 июля, и все. И отпуск. Класс. А когда уже начнете опять играть и радовать нас с августа? Сезон театра. С августа, да. В августе открывается новый театральный сезон. То есть примерно на когда рассчитывается начало, середина, конец? Ну, в 20-х числах начинается спектакль. Слушай, у меня вопрос такой вот, интересный очень характер. Артур, сколько рост? 2 метра. Ровно 2. Да. Ровно 2 метра. Костюмы. Вот когда у нас речь идет о какой-то постановке, да, о какой-то опере. Костюмы, я знаю, костюмерные есть всегда. Пошивочные костюмерные. Пошивочные костюмерные. Пошивочные костюмерные. Или прям персонально шьют костюмы. Там огромных всех, я видела. Нет, конечно. Шьют? Все индивидуально. Вот я говорю, современная история абсолютно. А смотрите, а потом все костюмы остаются у вас, правильно? Дома. И подписываются. И подписываются. Правда? Ну, не дома. Ты одеваешь кринолин, и у тебя там написано «Латыпово». А можно домой потом забрать костюм и дома ходить в халате? Ну, нежелательно. Вряд ли ты бы захотел в такой квартире дома. Я бы лично захотел. Я как раз про это и говорю. Ладно, у нас есть звонок. Давайте все-таки добьемся до истины, достучимся. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, ну что, давайте попытаем счастье этим утром. Ох, попытка номер три. Хорошо. Какой ваш вариант ответ? Я посмотрела в интернете, и мне там сказали, что это Лоренцо да Понто. Да. Это правильный ответ. Ура! 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 Вот это радость неподдельная. Я бы тоже радовалась. Ну, потому что билетов нет. Я за Елену радуюсь. Нет билетов. Ну что, Елена, пойдете? Конечно, я очень давно не ходила. Если что, можете меня с собой взять? Я всегда за. Правда, билет на одно лицо, но мог у тебя с собой взять. На два лица. На два лица. На два лица, на всякий случай, Елена. Ну все, до встречи в театре, опере и балетах. Двойное счастье можно сказать, на два лица. Двойное счастье, отлично. В квадрате. Спасибо. В квадрате. В квадрате. Уже не раз я слышу, что билетов нет. Может, все-таки есть, если кто-то захочет. Вот прямо сейчас, утра, после утра в столице, быстро побежит. Нет, ну все нужно узнавать на сайте, конечно. Потому что, скорее всего, что-то есть. Это не точная информация. Но это не точно, друзья. Потому что блуждают слухи, что билеты раскупают, на самом деле. Потому что спектакль действительно здоровский. Ну давайте тогда всех пригласим. Подожди, мы не можем до приглашения отпустить ребят, пока они не споют нам какую-нибудь... Я очень хочу. Какую-нибудь одну ноту, чтобы какой-нибудь плафон лопнул. Что, готовы? Друзья, внимание, уникальность просто, уникальная. Нота сейчас прозвучит какая-нибудь одна. Коротенькая. Внимание, кто будет исполнять? Алина. Алина Латыпова. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы взорвать ваши плафоны. Давайте так, я сейчас уйду за кадром. С палкой буду взорвать плафон, а с вас нота. Дорогие друзья, небольшая презентация. Превьюшечка, как говорят. Небольшой тизер современным языком. Замечательный трейлер к тому, что будет происходить на сцене. Шикарный звук и шикарный обладатель голоса Алина Латыпова. Поехали. Ох, это было мурашки. А вот теперь можно приглашать нашего офисского телезрителя. Сейчас у вас приглашение. Давайте. Куда? Беру-ка. Туда. Хорошо. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с окончанием нашего 81 сезона. И также приглашаем вас обязательно 9 и 10 июля в Башкетский государственный театр оперы и балета на премьеру оперы «Дон Жуан». И поверьте мне, эта постановка вас абсолютно точно удивит, потому что мы постарались сделать ее максимально энергичной, максимально яркой. Мы с вами получаем огромное удовольствие от работы, и мы уверены, что наша энергетика передастся и вам. И с этого момента вы точно полюбите оперный театр. Да будет так. Спасибо, друзья. А я уже полюбил бесконечно Алину, полюбил за шикарные вокальные данные, и не только. Друзья, ходите в театр, получайте наслаждение от музыки, испытывайте вот это мурашечное, хотел сказать, мурашечное ощущение, и ждем всех в театре, увидимся там. Конечно. Ну, а наша музыкальная программа продолжается. Совсем скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok